И так, ну что ж, ареру, мои маленькие любители, покушать. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это всеми любимый фармит симулятор 22. Как я и говорил, в предыдущей серии я проведу колоссальное количество времени за кадром, как вы можете видеть. Сейчас май, к сожалению, тут не указывается, какой именно май по счету идет от начала игры, но тем временем я могу сказать то, что с предыдущей серии прошло примерно года два. Все эти два года я занимался этим полем, я его просто косил, удобрял и вывозил, продавал силус, и таким образом у меня накопилось 305 тысяч зеленых. Это сумма с учетом того, что я продал всю недвижимость, которая у нас была на поле. Здесь, я напомню, была солнечная панелька, которую я купил еще когда-то в бородатые времена, когда это поле еще было зелено и свежо. И в итоге, после всего вот этого преображения, мы видим вот такую сумму. Эта сумма была гораздо больше, но часть ее я потратил непосредственно на улучшение нашего автопарка. И первое самое, наверное, важное улучшение, которое вы можете видеть сейчас, это не наш предыдущий трактор, который мы брали из магазина. То был старый, никому не нужный и очень маленький и слабый в первую очередь трактор. А это же уже средний трактор, и сейчас, когда мы подъедем к тому месту, куда мы едем, остановимся на нем поподробнее. Этот трактор у нас Fendid. Купил я его практически из-за бесценных, за пол цены на продажу поддержанного транспорта. И, в принципе, большую часть техники я покупал именно здесь, поскольку это дешевле, и дешевле чинить технику, чем покупать ее новую из магазина. Раньше был у нас вот этот вот Valtra. И, по-моему, он у нас был в максимальной комплектации, и даже в таком варианте он максимум выдавал 145 лошадок. Теперь же у нас не маленький трактор, а средний. И он выдает при своей стоимости 246 лошадок, что практически в два раза больше. И стоимость его рыночная очень маленькая, только потому, что он был бэушный. На самом деле он стоит гораздо больше, и стоит практически он 100 тысяч, а брал я его, по-моему, за 60 или 70 примерно столько. Также по улучшению нашего автопарка у нас появился также вот этот вот бэушный прицеп, который нам понадобится в этой серии для дальнейших наших обработок и переработок. Пока что я на нем еще ни километра не проедем, но надеюсь, это все облагоразумится. А также я немножечко решил видоизменить способ нашего покоса. Я купил себе насадку спереди и насадку сзади. И с помощью этих двух насадок я косил, и только после этого, благодаря новой валковой жадке, это все безобразие убирал. И как ни странно, эта валковая жадка тоже была БУ, хотя для нас она новая. Но остальные два прицепа для нашего трактора, в принципе, у нас уже и были, и в комментариях не нуждаются. Примерно с таким вот автопарком я планирую начать возделывать себе новое поле. Раньше у нас во владении была вот эта вот часть, вот эта территория. Как вы можете понять, она очень маленькая и в плане возделки, и в плане всего, поэтому берем сейчас это без зазрения совести, продаем. И новое поле я себе уже присмотрел, и даже я сюда пригнал всю технику. Оно 39-е, и она чудесная, просто невообразимо чудесной формы. Есть пара в нем минусов. Вот это ЖД, которое будет мешать работать нам и разворачиваться, и близость дороги. Но, помимо всего прочего, у него здесь гигантское место, гигантское пространство, где мы сможем разместить с вами все необходимое. Поэтому мы берем, покупаем за 364 тысячи. Именно вот эти вот все деньги, которые я оформил за кадром, нужны были для покупки этого поля. К сожалению, и тут не обойдется у нас без минусов. У нас здесь растет хлопок, и как вы понимаете, сеять траву на хлопок не самая лучшая идея. И нам придется сейчас потратить достаточно большую сумму, для того, чтобы, во-первых, собрать этот хлопок, потом снова распахать поле, и повторить все те же действия, которые мы делали с вами в предыдущей серии, для того, чтобы посеять на поле траву. Ну, с этим мы обязательно с вами справимся. Как ни странно, мне еще нужно купить что-то типа вот такого. Силосный бункер, так называемый, который будет нам помогать превращать всю нашу траву силос вместо наших тюков, что до безумия нас ускорит. Но, к сожалению, такими финансами я не располагаю пока что, но я думаю, что у нас все образумится. Я также, как и в прошлый раз, себе сейчас куплю вот такую вот солнечную панельку и где-нибудь здесь размещу себе, чтобы она не сильно нам мешала. Но, к сожалению, даже на нее не хватает денег. Но я был готов к этому, и был готов к тому, что нам сейчас придется взять кредит. Я возьму, пожалуй, его сейчас по максимуму, и с большим количеством финансов мы уже буду дальше придумывать. И раз уже мы взяли кредит, я думаю, надо сразу бросаться делать в банк. Я продаю вот этот вот тюковщик, он нам не нужен, если мы здесь построим силосный бункер. А также вот этот вот тюкопогрузчик тоже я продаю. Отбиваю часть денег, строю большую солнечную панельку. И здесь вот я хочу разместить силосный бункер. Но для этого мне нужно будет сейчас всю эту технику передвинуть. И бункер я здесь размещаю. Мы сейчас в первую очередь с вами будем ждать, когда вырастет у нас хлопок. А хлопок у нас вырастет только к октябрю. То есть пару месяцев нам просто надо будет постоять и выплачивать проценты по кредиту. Проблематично, конечно. Я думаю, что ничего страшного не будет, если мы сейчас просто возьмем и сразу же все поле переспахаем. И при этом не получим доход от хлопков. Для этого я арендую лук за 3000, каток за 7000 и сажалку за 4000. Деньги у нас это все позволяет, денег у нас дофига. А после того, как мы начнем все это безобразие делать, денег будет еще больше. В принципе, этим мы уже занимались в предыдущей серии. В плане облагораживания поля для пассива. Так что я думаю, кардинально нового здесь ничего не будет. С заключением того, что я в этот раз не буду увеличивать масштабы поля, так как и этих масштабов мне в принципе достаточно. Приехали на поле. Разворачиваем плуг. Он развернут у нас не той стороной, так что его должны мы перевернуть. Получается мы его опускаем. Начинаем ехать и перепахивать это поле. Мне не передать словами, как мне приятно и удобно работать этим трактором. Его мощности хватает на практически все самые топовые приспособления для него. И это невероятное удовольствие работать такими лучшими и передовыми инструментами. Пашка, конечно же, не самый интересный процесс и очень монотонный, а также, к сожалению, тратящий большое количество времени. Я думаю, поэтому мы с вами увидимся уже на полностью вспаханном поле. И замечательным образом поле у нас вот так вот вспахивается. Оно практически все получается в рассаднице, чтобы это не значило. Есть пара маленьких точек. Они очень, конечно, режут глаза, но я думаю, сильно как-то на результат они в итоге не повлияют. Мы сдаем плуг в аренду. Я думаю, он нам больше не понадобится. И едем за сажалкой. Не забывая при этом заехать, опять-таки, на заправочку. Ведь если судить по времени, которое я здесь провел, я здесь, наверное, на вспашку всего этого поля и всего этого безобразия потратил целых 2 часа. Офигеть, как время быстро летит. И сразу, пока я здесь, в магазине, починю, пожалуй, трактор себе. Состояние краски я чинить не буду. Зачем 25 тысяч тратить ни на что, по факту. Кинем. Главное, чтобы состояние было удовлетворительным. А краска и прочие царапины, мне кажется, делают его еще более классно выглядящим. Так, мы сюда приехали. Мы, по идее, разворачиваем эту стилку. Именно трава у нас выбрана. Она у нас развернута. Мы ее должны опустить. Включить. Мы с нас нею нашего трактора, по идее, еле-еле хватает. Ну и ладно. Все, у нас пошло сажаться. Я включаю здесь сразу наймита. Поскольку уверен то, что наймит, нам точно 100% посадит это все более-менее ровно и более-менее эстетично, грамотно. Видим то, что нужно здесь прикатать. Ну, там у нас каток есть. И не пережевываем особо. И ждем, получается, когда наймит выполнит свою работу. Вопрос у меня сейчас очень острый стоит. Хватит ли мне литров для засадки всего этого поля? Будем изучать и будем узнавать. Но для этого мы с вами встретимся буквально через мгновение, когда это все поле будет успешно засажено. Та-дам. По идее, все готово. Сеялку я сдаю. У нас все поле здесь, которое находится, по идее, успешно засеяно. Кроме маленьких кусочков, которые я затупил. Обидно-то как. Сейчас придется досеивать, что я могу сказать. Еще больше денег терять. Кто бы сомневался, что именно так и будет. Рано я вернул сейлку. Рано. Ладно. На самом деле, мне очень эффективно хватило всех тех семян, которые я загрузил. И даже осталось слишком. Так что зря я переживал за эту тему, ведь все у нас в итоге получилось даже более чем замечательно. Мне сейчас в любом случае ехать до магазина, брать каток и закатывать все это поле. А также мне нужно будет сейчас взять ту маленькую сейлку, которую я сейчас арендовал. И досеять те маленькие кусманы, которые не засеял наш наймит. Я ее прицепляю здесь спереди. Я ее смогу возить без проблем. Цепляю здесь себе каток. И отправляемся на поле. По идее, все. Поле у нас теперь точно полностью засажено. Теперь я точно эту штуку возвращаю. Цепляю обратно себе каток. Разворачиваю его. И по идее, когда он уже развернут, он должен работать, надеюсь на это. И сейчас мы по идее должны прикатать это поле с целью повышения продуктивности. Но мне до сих пор не понятен момент, почему у нас не убираются камни с поля. Они по идее должны обратно в него впихиваться. И продуктивность должна у нас повышаться таким образом. Но они так не делают. Мне серьезно это непонятно. Я думаю, что если как-то камни реально мне будут дальше мешать, то я их обязательно уберу. Тут есть специальная для этого техника. И пока что я, пожалуй, этим заниматься не буду. Мне есть единственное предположение, почему камни не убираются. Потому что их размер неправомерно большой. Если раньше мы затаптывали в поле маленькие камни, то это по идее либо большой, либо средний размер. Ну ладно, в любом случае мы сейчас это поле главное будем закатывать. Главное, что у нас повышается урожайность этого поля. И мы таким образом повышаем будущий объем собираемого урожая. Что ж, поле вот таким вот чудным образом у нас закатковано. Поток я возвращаю успешно. По карте у нас все более чем замечательно. Правда есть какие-то маленькие баги, но я думаю это мелочи. И если я все правильно понимаю, нам сейчас остается только ждать, когда на этом поле у нас вырастет снова трава. Ну как снова? Впервые. Дабы скрасить свое ожидание здесь, я пожалуй себе построю из зданий вот такой вот домик. Маламальский. И тыдыщ. В этом домике я по идее смогу проматывать время и ожидать новых всводов. Нам сейчас нужно будет подождать примерно 3 месяца до того момента, как мы сможем с вами собирать урожай. К этому моменту я планирую выплатить по максимуму весь кредит, который у нас здесь взят. Чисто символически у меня осталось 1200 и банку я должен на 125 тысяч больше, чем был должен в начале серии. И теперь мы по идее вместе с вами встаем на большое ожидание и ждем, когда у нас будет возможность зарабатывать деньги. Но прежде чем окончательно вставать на перемотку времени, я решил арендовать здесь себе камнеуборщик, чтобы избавиться от камней на поле, как ни странно. И чтобы это поле выглядело более-менее эстетично, приятно и вообще своеобразно. Мы по идее сейчас разворачиваем этот камнеуборщик. У него маленькая площадь, но что же поделать. Хотя бы примерно пытаемся выровняться. Включаем его. Автопилот. И он пошел собирать камни. Но что-то как-то не очень. Он их собирает, если честно. Слово совсем. Он их почему-то вообще не собирает. Я может и делаю не так. Вот у него есть здесь камни. Красненькие камни, да. Самые тяжелые. Но камнеуборщик эти камни собирать отказывается. Это все максимально странно. Я не знаю, с чем это связано. Если у вас есть какие-то предположения, то пожалуйста напишите в комментариях. Я очень буду вам благодарен. Ну а я стою на большую перемотку и встречусь с вами уже на моменте сбора урожая. По идее все. Наша трава выросла максимальным образом. Она чуть выше, чем обычно. Вот эта вот наша трава, которая здесь растет. Значит она чуть больше будет приносить урожая. Сколько времени я еще не перематываю. Она все равно больше пользы нам не принесет. Сейчас уже август. Тем временем трактор уже с сенокосилками находится здесь. Получается сенокосилка спереди и большая сенокосилка сзади. Мы разворачиваем переднюю и опускаем. Также ее включаем. И сзади делаем то же самое. Ее опускаем и включаем. Все. Мы включаем круиз и поехали все это дело собирать. Как показывает практика, намного эффективнее сначала скашивать поле, а потом его благодаря валковым жадкам собирать. Как ни странно, эффективность такого метода в плане экономии времени гораздо больше, нежели в предыдущем моем способе. Когда сенокосилка крепилась спереди, а валковая жадка крепилась сзади. Но я все-таки не оставил идеи собирать все сено в один сток. И как показывает практика, этот вариант уже оказывается наиболее эффективным. И я его продемонстрирую именно в этот раз. К сожалению, да, я вижу, что поля я здесь засеял не полностью. Возможно, потом за кадром я пройдусь здесь еще раз сажалкой для того, чтобы все это засадить. Но это уже будет после и уже это будет в любом случае вне серии. Ну а моя текущая задача будет представлять себе обычный покос, которым мы занимались до этого аж целых две серии. Встретимся после покоса. И по идее поле успешно скашено. Сейчас мы оставляем здесь сенокосилочку. Она нам до следующего скоса будет не нужна. Теперь же сейчас мы берем вот эту вот нашу всеми любимую валковую жадочку. Развертываем ее. В отличие от предыдущей, она уже имеет больший обхват, что обеспечивает ускоренную сборку борозд всяких разнообразных. Мы сейчас, получается, ее опускаем. Включаем. И мы сейчас, получается, едем и организуем единый и большой. По максимуму, насколько это возможно. Слой вот этой самой борозды, которая у нас выходит сзади нашей валковой жадки. Я думаю, по максимуму у нас это будет стараться. Я сомневаюсь, что у нас получится один вообще слой из всего поля. Поскольку, мне кажется, это как-то малореалистично. Но несколько очень жирных и толстых слоев, я думаю, у нас без проблем получится. Но чтобы быть полностью в этом уверенным, нам нужно, как ни странно, начинать делать эти самые борозды. Я с вами успешно и занимаюсь. И таким успешным образом у нас на поле вырастают вот эти вот огромные борозды с травой. И это просто невероятно. У нас их, по идее, две и небольшие вот такие вот маленькие какашечки, которые валяются везде. Там и сям по полю, по всему. Как мне не хотелось. Не получается никак избавиться. И, в принципе, это получается из-за того, что эти борозды слишком уж большие. И просто не хватает мощи у валковой жадки для того, чтобы это все барновать. Но ничего страшного. Это нам никак не повешает сейчас всю эту траву погружать в вот этот вот куражный прицеп, по-моему, он называется. Мы сейчас заводимся. Так, по идее, мы сейчас его опускаем и активируем. Мощность у нас пошла запредельная, но это так и должно быть. И мы должны вот этим также прицепом, как и в прошлый раз, мы тюковщиком ездили здесь. Также и этим прицепом мы будем здесь ездить и автоматически погружать на него траву. Несомненный плюс этого всего безобразия происходит в том, что нам не нужно ждать каждый раз, когда тюк выгрузится отсюда. И нам нужно было бы ждать, пока этот тюк затюкуется. Мы просто сейчас берем и погружаем всю траву, которую здесь нас собрали, в этот прицеп. А после мы должны отвести это все безобразие в силусную яму. И еще я одно заметил недостаток, то что у нас мощности прицепа не хватает для того, чтобы всю борну забрать по всей дрене. Поэтому в следующий раз я, возможно, буду делать борны чуть меньше. Мы приехали сюда к силусной яме. Я предпочитаю делать это таким образом, что прижимаюсь к одной из стенок. И мы должны разгрузить здесь прицеп. Вот, разгрузить здесь. Разгрузка пошла. И нам нужно постараться разгрузить траву таким образом, чтобы слой был более-менее однородным. А когда же мы разгрузили здесь этот прицеп, мы идем и заново заполняем. И так, пока весь урожай травы у нас не закончится. В виде это последняя телега. Выгружаю. Ну, практически она целая была. Слово совсем пустая. Она у нас закрывается. И таким образом у нас поле полностью освобождено от травы. Но в силусном бункере у нас все еще не силус, а просто лежащая на солнце трава. Если мы сейчас туда подойдем, то мы увидим то, что прессование 7%. И это сечка 360 тысяч литров, наверное. И вот прессование это один из самых важных этапов в плане заполнения бункером. Мне повезло, что на мой трактор можно было установить вот эти вот задние колеса с грузами. Таким образом у нас процесс прессования будет идти гораздо быстрее. Но, как мне известно, есть специальные прессовательные машины, которыми можно было бы прессовать гораздо эффективнее. Возможно, я впоследствии ими займусь, впоследствии их куплю. Но пока что будем обходиться одним трактором, потому что наши финансы пока что этого не позволяют. И для прессования нам нужно начать просто ездить туда, взад-вперед. Да, выглядит это, конечно, очень комично, но ладно. Было бы намного эффективнее, если бы у нас был полностью забит бункер. Но для первого раза, я думаю, и для первой продажи нам и этого объема, в принципе, хватит. И нам хотя бы это продать, чтобы посмотреть, насколько этим всем разумно будет в дальнейшем заниматься. Прессование бункера успешно завершено. Если мы сейчас нажмем на кнопочку, то это все накроется у нас полиэтиленом, и все это начнет само себе перевариваться, и мы получим по итогу силуус. Так можно было бы сделать, но можно этого не делать. И я бы этого не делал, если бы не рамки серии. Да, мы хотим продавать. Да, это нужно, но есть более лучшие варианты развития дальнейших событий. Мы видим то, что на биогазовом можно продать за 460, а на перекупщике за 470 примерно. И есть такая в этой игре волшебная функция, как показать колебания цен. И мы видим то, что чем ближе будет к зиме, тем больше будет стоимость. И сейчас у нас идет май, и колебания цен практически минимальны. И цена очень маленькая. И примерно нужно продавать это все в декабре, в январе, для того, чтобы получить максимальный профит, максимальную выгоду. Последующими урожаями я обязательно так буду поступать. Но а этот мы будем продавать именно в июне, когда у нас все это безобразие заферментуется. В июне, потому что у нас, как ни странно, а не в июне получается, сейчас август, а не май. Я перепутал. Значит, мы будем продавать в сентябре, когда цены будут у нас расти. А я предлагаю подождать еще, пожалуй, месяц и продать в октябре. Смотрите, как в октябре вырастет очень сильно цена. И дальше ждать, мне кажется, не особо есть смысл. А вот с сентября до октября есть смысл подождать. Все это пошло ферментоваться. Ферментоваться это будет примерно месяц. А у нас сейчас есть время для того, чтобы опрыскать удобрениями все наше здесь носущее поле. Удобрялку мы покупали с вами еще в предыдущей серии. За кадром лишь я ее немножечко заправлял. Если мне на прошлое поле хватало примерно около 8% удобрения, то я не знаю, сколько будет нужно на это. Но мне будет это безмерно интересно. Уже середина сентября практически. У меня был здесь заферментованный кусочек. Остальные кусочки я пока что еще не снимал. Вот это вот полиэтилен. И начал уже с помощью вот этого вот погрузчика, который прицепил на наш трактор, грузить весь силос в наш прицеп. Он уже примерно наполовину загружен. И мне остается еще грузить примерно столько же. Не самый быстрый способ погрузки и очень неэффективный. Но лучше себе сейчас в любом случае я не могу сделать. Лучше можно только с помощью элеваторов погружать это все в автоматическом режиме в прицепы. Но на элеваторы как ни странно нужны деньги. А деньги я все потратил на то, чтобы сделать себе вот этот вот суперский ковшик. Но я думаю то, что если мы продадим хотя бы один прицеп вот такого вот силоса, то уже будет хорошо. И мне хватит денег, чтобы за кадром обеспечить себе нормальную дренажную систему для автоматической погрузки всего и вся в наш прицеп. И нам не приходилось бы работать этим ковшом. Хотя я должен признаться то, что какая-никакая романтика есть при работе этим ковшом. Все, по идее последний ковш я загрузил. Я его пожалуй где-нибудь здесь припаркую. И жду, как мы с вами договаривались, октября, чтобы продать весь этот прицеп. А вот уже и октябрь. И если посмотреть по колебанию цен, то самая высокая цена как раз у перекупщика животных 528. И мне будет сейчас интересно, за сколько я смогу ему продать непосредственно вот этот прицеп. Ну я посмотрю то, что по деньгам он не сильно много приносит, в отличие от тюков. Но учитывайте то, что мы по объему силоса продаем гораздо меньше, чем с одного того фуражного прицепа. И все потому, что у нас в принципе маленький вот этот вот прицепчик. И я думаю то, что если бы у нас реально был прицеп побольше, то и денег бы за раз получилось бы гораздо больше получить. Самое большое сейчас по время затратам, это получается погрузка в этот самый прицеп этого самого силоса. Да и в принципе, если бы у нас был прицеп побольше, то было бы легче. Но мы сейчас максимум сможем обеспечить себе дренажную систему. Так что давайте пока этим и займемся. Так, включаем ленту. Силос у нас поехал. Поступает на вот эту вот шнягу. Надеюсь нормально. Сыпется! Посмотрите, это все сыпется! Офигенно! Есть минусы у этой системы. Да, нужно будет ее передвигать. Но она работает. И это самое главное. Все у нас куплено. Нам нужно будет сейчас выплачивать кредит. Но я думаю, что без проблем мы сможем выплатить этот кредит с этого всего силоса. Но, а точно мы это сможем узнать только уже в следующей серии. За кадром мне предстоит тотальная и колоссальная работа. Я буду очень много и часто продавать этот весь силос, который здесь у нас хранится. Для того, чтобы по максимуму разделываться со всем кредитом. Но со своей же стороны я хочу сказать, если вам нравятся подобные видеоролики по фермочке, и если вы хотите, чтобы они продолжали выходить, то пожалуйста поддержите данный цикл так, как вы умеете это делать. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. И еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok